Вторую часть этой сессии Генрих Пенника с Банк Россия расскажет про свой монументальный труд, про оценку эффектов антикризисных мер Банка России с авторностью с Марией Лымарь. Пожалуйста. Коллеги, добрый день. Прежде всего благодарю организаторов за возможность поделиться с вами результатами исследований эффектов антикризисных мер. Это наша совместная работа с Марией Лымарь. Департамент исследования и прогнозирования Банка России. Исследование отражает авторскую позицию, не является официальной позицией Банка России, не для цитирования. Дарю коллег из департамента финансовой статистики, надзора системно значимыми организациями СТБН за предоставление данных. Давайте начну с чего? Начну с ключевых выводов и пройду, расскажу, как они были получены. Собственно, самое главное, что получилось показать, какой был бы эффект без мер поддержки Банка России. Это динамика, которая идет снизу и вокруг которой идет доверительный интервал. Чтобы вы понимали масштаб цен, масштаб цифр. Это примерно 4 триллиона рублей, то есть 5% портфеля кредитов населению бизнесу в 2022 году. Получилось обнаружить, какие меры наиболее эффективные. Это такие, как приостановка валютной переоценки. Это формирование резервов. Видна повышенная эффективность, рост эффективности мер поддержки Банка России. Видна эффективность мер правительства. Их еще будем дооценивать. Но давайте сейчас расскажу подробнее, как, собственно, получены данные результаты. Начнем с литературы. На самом деле оценка эффектов и сегодня уже упоминалась ей более 100 лет. Но по банковскому регулированию оно не так глубоко идет исследование эффектов регулирования. Есть большой трек, связанный с Банком международных расчетов, с формированием базы макропруденциального регулирования. Поэтому, как ни странно, именно макропруденциальные меры исследовали чаще, чем, например, микропруденциальные. По ним, например, Банзельский комитет только в декабре прошлого года опубликовал работу. Но обычно, обычно работы были либо по микро, либо по макропруденциальным мерам. У нас есть и те, и те. У нас учитываются и ужесточающие, и послабляющие меры, и относительно России. Это самое широкое окно данных с 2014 по апрель 2023 года. Собственно, как работаем и с чем работаем. Для представления, что происходит с динамикой кредитования. Есть общий рост за 10 лет. Кредиты бизнесу составляют около 40%, достаточно стабильные. Население около 20%. Есть снижение валютной части в кредитах бизнесу. У населения это практически ноль. На всякий случай, для тех, кто ближе к теме, есть снижение риск веса, если считать это как сумму взвешенных по риску активов на совокупные активы. Последний эпизод снижения, в том числе результат мер поддержки. На всякий случай, опять же, для понимания контекста цена нефти, ключевая ставка. То, что происходило в эти периоды. Что самое основное, с чем работаем, это уникальные надзорные данные о том, сколько на капитал эффект был от конкретной меры. Причем, что у нас есть? У нас есть 9 мер в целом для всех банков. У нас есть детализация до 17 мер по системно значимым. Что мы сделали дополнительно? Вот по этим мерам. Во-первых, здесь есть черный. Вы, по крайней мере, видите большой масштаб и много меньше фиолетовый. Это эффект по системно значимым банкам. То есть в терминах норматива достаточности по системно значимым банкам эффект меньше. По не системно значимым он существенно больше. Причем, чтобы вы понимали, что эффект мог быть и отрицательным. То есть, например, зафиксировали резерв на одном уровне, думали, что заемщик платить не будет, а он наоборот стал платить активнее. То есть, или зафиксировали курс, но курс укреплялся, поэтому, опять же, банк мог бы получать при положительной открытой валютной позиции прибыль, но фиксировал убыток из-за другого курса. Это основная часть, самые уникальные данные по надзорным мерам. Но дополнительно у нас нет таких данных на текущий момент по мерам поддержки правительства, ужесточающим мерам. Поэтому, как в других исследованиях, мы использовали индекс. Индекс, то есть, мы взяли программы правительства с точки зрения их объема и учитывали. Понятно, что просто, если анонсировать дополнительный объем, это не значит, что его выберут, но, в принципе, при прочих равных, скорее всего, больший объем, он стимулирует кредитование. И ужесточающие. Соответственно, было много реформ регулирования, различия универсальных базовых лицензий, дополнительные инновации. Соответственно, это все отразили в индексе ужесточающих мер и учли дополнительно к вот этим мерам поддержки. На всякий случай, чтобы вы понимали, какие были сами меры, это и основные, то есть, вообще смотрели и на сумму мер, то есть, вообще, если просуммировать, все или 9, или 17 мер, это и приостановка валютной переоценки, это дополнительно макропруденциальные меры. Третий, шестой, то есть, меры, которые применялись ко всем, роспуск так называемого макропруденциального буфера, есть дополнительные меры. В основном, это детализация мер по послаблению по кредитному риску для системно значимых банков. Что важно? На самом деле, давайте сначала расскажу, как это учитывать, а потом некоторые ограничения, опять же, связанные с event studies, которые необходимо преодолеть. По-хорошему, да, желательно использовать контрольную выборку, но банки, они, во-первых, не случайно делают выбор, достаточно сознательно, почему конкретную меру использовать или нет. Потом, у нас есть макропруденциальные меры, которые применялись ко всем банкам, то есть, по сути, все становятся пилотными, нет контрольных наблюдений. Формально, формально остается только подход банка международных расчетов, который состоит в чем? Мы просто соотносим прирост кредитов с мерами, разнесенными по лагам, контролируем на характеристики банков, на макроокружение, учитываем, насколько возможно, лаги так, чтобы минимизировать проблему эндогенности. Есть корректировка, учет на так называемые эффекты произведений, чтобы перемножать эффект меры на конкретный финансовый показатель, но здесь наперед надо понимать, что если даже мы берем 4 базовые характеристики банка и домножаем на 17 мер, у нас получается еще 70 дополнительных переменных, интерпретируемость которых, ну, это отдельный вопрос. Но, как учесть вот саму меру? Представьте себе три банка, и здесь благодарим Александра Геннадьевича Морозова, Андрея Синякова и Алексея Пономаренко за идею подумать над тем, что на самом деле прямой эффект в процентных пунктах норматива может быть отнюдь не тем, что надо смотреть в первую очередь. Вот представьте, есть три банка, у которых есть разные превышения или буферы над минимальным значением. Вот у банка А у него большой запас 6% пунктов, а вот у банка Б и С у них, например, минус 2, то есть не хватает. Так вот, если мера одинаковая в 3% пункта, то первому банку она, в принципе, не существенно необходима. Он как имел превышение над минимумом, так и остается с превышением. А вот банку Б это полезно, потому что минус 2 плюс 3 он начинает выполнять норматив, то есть ему это существенно полезнее. Поэтому, что мы смотрим? Второй способ измерения мер, это отношение к тому, какой был запас или буфер в предыдущий момент. И здесь как раз большая важность. Получается, мы видим плюс 1,5 для банка Б и минус 0,5 для банка А. То есть мы одну и ту же меру уже можем дифференцировать, кому она более полезна, кому нет. Но может быть еще один случай, что, например, у нас, да, действительно, банки Б и С имели недостаток капитала, но банк С увеличил буфер не в той же пропорции, как и мера. То есть не на 3 пункта, а, например, только на 2. Поэтому мы можем соотнести третьим способом, чтобы различать и банки Б и С, чтобы показать вам обобщенную картину, где мы измеряли и на общем периоде с 14 по 23, и на каждом эпизоде с 14, 20, 22. То есть вот каждый знак в этой таблице – это оценка среди 8 спецификаций каждой из знаков. То есть если оно во всей строке значимо, то здесь есть, соответственно, положительный эффект, минус или плюс-минус, если неоднозначно. То есть что главное, что здесь вы должны понять, здесь есть спецификации на месячных данных, на квартальных с асимметричной реакцией. Так вот, есть для всех банков, для системно значимых, для розничных банков, вот для второго способа расчета меры мы видим устойчивый положительный знак, вот как Эмиль Борисович Ершов назвал, гармоничные регрессии. То есть когда согласуются знаки по разным спецификациям, тогда это указание на то, что, скорее всего, лучше проследовать с такой моделью. И именно поэтому в дальнейшем будем использовать второй способ оценки мер, то есть вот не просто сколько пунктов норматива дала мера, а именно насколько она важна, насколько она полезна банку. Что делаем дальше и что получаем? Я вам говорил, что в принципе контрольной выборки у нас по определению нет, но у нас есть меры, кроме макропруденциальных, которые банки могли выбирать. Поэтому мы можем поделить по ним, кто все-таки контрольный, кто все-таки выбирал меры и кто не выбирал. Соответственно, можем это построить до и после воздействия, причем во всем периодам. То есть вот ноль – это точка начала применения мер, отчитываем год до, год после и строим тренды по данным для трех эпизодов. В корпоративном кредитовании здесь про параллельность трендов сложнее говорить, но в принципе более очевиден все-таки положительный сдвиг уровня, если скорректировать на параллельность тренда. А в розничном более очевидно вот тренд по тем, у кого было воздействие, он становится над трендом в контрольной группе. То есть вот это первое такое косвенное, менее формальное указание на то, что эффект поддержки Банка России, он существенный. Второй момент. Можно посмотреть на прерывный регрессионный дизайн, в чем его идея. Если мы возьмем значение меры, отложим ее по горизонтали и построим тренд для тех, у кого значения были отрицательные, отрицательные эффекты, я говорил, что такие могут быть, и положительные. Соответственно, мы, во-первых, и на всех трех эпизодах для корпоративных, для розничных кредитов, и особенно для 2020-2022 годов, видим вот это преломление тренда с отрицательным положением. То есть это второе, но пока косвенное подтверждение того, что эффект мер, он был значительный и имел место. Что самое главное? Вот по модели БМР, когда мы оценили и вытащили ключевые значимые коэффициенты, то мы смогли восстановить динамику по корпоративному сектору, по розничному. Что здесь важно? С одной стороны, мы видим возврат в корпоративном секторе, то есть после применения мер, как в 2020-2022 году, в розничном, основной эффект в 2022, но здесь возврата нет. Что важно, для чего этот анализ, он позволяет как раз разложить меры на то, какие оказали больше эффект. Что здесь есть? Это относится к корпоративному кредитованию, здесь эффект в триллионах рублей, и это как раз разница между линиями, которые показывал, здесь в долях, то есть все относится к общему эффекту. И что здесь видно? Что здесь нумерация, которую показывал в начале по мерам, наибольший вклад в 2014 году это внес приостановка валютной переоценки, в 2022 формирование резервов. И здесь что важно, что, например, по валютной переоценке, по ее приостановке, вклад снижается, а по формированию резервов растет. То есть с точки зрения приоритетов формирование резервов, как мера, она может быть более предпочтительной. В розничном сегменте здесь тоже высока доля формирования резервов. Есть эффект от распуска макропруденциального буфера по потребительским кредитам. И что дополнительно обращу внимание, называл эффективность мер. Вот если помните цифру в 4 триллиона, который показывал по всему эффекту кредитов бизнеса и населению, прямой эффект при этом это 1 триллион. Что значит прямой эффект? То есть если вот эти процентные пункты норматива умножить на взвешенные по риску активы, то мы получим сколько высвобожденного капитала. И получается, что если в 2014 году на 1 рубль высвобожденного капитала было 2 рубля дополнительных кредитов, то в 2020-2022 годах это было 4 рубля. Вы можете сказать, ну это же очевидно, в принципе норматив достаточности, он нам и говорит, что есть некоторое соотношение, что на рубль капитала должно быть больше активов. Да, должно быть больше, но только если поставить, например, типичные риски веса, которые показывал раньше минимум с учетом надбавки консервирующей и рассчитывать 10.5%, то вообще-то надо ожидать, что каждый рубль высвобожденного капитала должен давать 15 рублей. Меры дают меньше. То есть это эффект как раз того, что банки не в полной мере наращивают кредитование от мер. Но почему меры эффективнее? Потому что 10 лет назад на 1 рубль они наращивали только на 2 рубля, а сейчас уже наращивают на 4 рубля. То есть вот это то, что называем ростом эффективности. Есть дополнительно так называемые вторичные синергетические эффекты, когда те, кто из вас лучше знаком с микроэкономикой, при повышении дохода есть эффект дохода, то есть увеличение потребления, но есть эффект замещения, перераспределения. То есть у нас есть как в программах поддержки Банка России, так и в программах правительства то, что мы видим, когда программа направлена или мера на поддержку кредитования бизнеса, есть вторичный эффект одновременного роста кредитования населения и наоборот. То есть это стоит помнить, когда планируются эффекты, что хотим достичь, то есть могут быть вот такие дополнительные эффекты. Давайте подведу итог, чтобы еще раз представить, что общий эффект мер, который считаем, что был достигнут в 2022 году, составляет около 4 триллионов. Во многом цифра достигнута благодаря повышенной эффективности мер. И среди мер их можно условно проранжировать. Более важное это формирование резервов и менее важное это приостановка валютной переоценки. Хотя вот это три еще, роспуск макропроденциальных буферов, это три меры, внесших наибольший вклад в прирост кредитования. Причем что стоит дополнительно отметить, что видели и положительный вклад в мер правительства, и перекрестные эффекты, сами эффекты от программ правительства будем еще досчитывать, чтобы в идеале иметь такие же данные от банков, которые были по надзорным мерам. Это содержательно, что стоит дополнительно помнить, что меры поддержки, они не должны быть бесконечными, возникает эффект привыкания, чтобы такого не было, чтобы не нарушалась рыночная дисциплина, рыночная инициатива. То есть они должны своевременно выводиться. Если вам была тема интересная, рекомендую, вчера на сайте появился основной доклад, который включает данные результаты, по нему комментарии собираются до сентября, можете читать, ознакомиться, прислать. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Обязательно тоже вывесим этот доклад на сайте конференции, чтобы все могли ознакомиться. Много интересной, полезной информации. Комментировать это уступление будет Рубен Николопов онлайн, профессор университета Помпео-Фабора и в прошлом ректоре Российской экономической школы. Рубен, пожалуйста. Добрый день. Спасибо большое за возможность дискутировать эту статью. Правда, я должен замечать, это была действительно такая тяжелая работа дискутировать, потому что она дала очень четкое определение. Это очень монументальный труд. Мне нечасто дается читать, и тем более дискутировать статьи, в которых он в 67 таблиц, и 32 графика в основной части, и еще больше 60 страниц. в аппендиксе, потому что на самом деле это абсолютно правдный вопрос, потому что это очень важный вопрос. И я хотел скальценировать так, как я его понял. Я заранее понимаю, что, извините, Геннадь и Мария, если я что-то неправильно понял, потому что он действительно был очень объемный труд, и все детали, какие-то детали я мог упустить. Но что безусловно, это то, что работа, во-первых, ставит очень важный вопрос об оценке эффективности мер поддержки российских банков и их влияние именно на кредитование бизнеса и населения, потому что в работе упоминается, что существуют работы с европейским банком, которые смотрят и определяют эффективность как влияние таких мер поддержки именно на стандартную капиталу, что на самом деле, ну, это важно с точки зрения регуляторов, но с точки зрения пользы народного хозяйства, безусловно, конечно, что нас интересует, это действительно именно увеличение кредитования, и с этой точки зрения, мне кажется, очень важно, чтобы задан правильный вопрос. И тот метод, который используется, это для оценки, и, опять же, действительно, чувствую, что очень серьезно подходит в работе к тому, чтобы определить именно эффект воздействия, причин средственной связи от мер на кандидатование и попытаться максимально избежать каких-то вопросов эндогенности. И для этого используется метод difference in differences. Я бы маленькое замечание, я вас все-таки советовал не упоминать даже этот regression discontinuity design, потому что, на самом деле, в данной ситуации просто невозможного его нет. То есть там есть отсечение по времени, но это не regression discontinuity, скорее вен стадии аналисы, а влияние на, если есть какая-то линейность, разрыв влияния на капитал, то мне кажется, что это, если я правильно понял, он все-таки методогенный элемент, к этому вернусь. Поэтому это не совсем regression discontinuity design. Я бы советовал просто сконцентрироваться на difference in difference и про это так и говорить. И здесь еще тоже важно с точки зрения difference in difference. Автор дает очень хороший обзор и обцеплен современный литературный difference in difference. И это, на самом деле, очень бурно развивающаяся тема, но здесь, на самом деле, очень важная особенность данного эпизода. Допустим, что многих проблем, которые сейчас описываются в этой литературе про difference in difference, тут нет. Потому что основная проблема с патронами difference in difference – это тогда, когда воздействие на разные банки идет в разное время, у них гидрогенные эффекты, и это вносит сложности. Здесь раздействие происходит в один момент, поэтому многие проблемы, которые упомянуты в литературе, которые упомянуты в статье, они, на самом деле, нерелеванты. Я думаю, что это очень важно подчеркнуть в статье, что сеттинг такой, что многие проблемы, которые надо решать в других статьях, здесь их нету просто по построению. Здесь гораздо проще, с одной стороны, оценить, потому что эффекты в одно и то же время, и поэтому гидрогенность не влияет. С другой стороны, конечно, важны вопросы догенности и то, что это контейнер строительный, а не бинарный. И я бы сконцентрировал, у меня три большие, скажем так, замечания, связанные именно с этими вопросами, как построение меры, вопросом антогенности, ну и структурой работы. А сложность, в основном, заключается действительно с тем, что очень большой набор мер, и поэтому необходимо построить единую метрику того, как эти меры повлияли на банки. И то, что действительно нету контрольной группы, поэтому надо очень точно понимать, что мы с чем сравниваем, использовать именно интенсивность воздействия, вариацию в нем для оценки причинно-счестных связей. И здесь, как мои замечания, первое относительно меры интенсивности воздействия, как уже было у Павлета Геннекона, три меры. Одна только, собственно, как изменение капитала, но я абсолютно согласен с тем, что очень важно нормировать на то, что важность изменения капитала очень сильно зависит от разных банков, ее надо как-то нормировать. Но есть просто замечание, как именно это происходит, потому что сейчас у ПНСД меры нормируются либо на изначальный буфер капитала, либо на изменение в буфере капитала. Но в этом есть некая проблема, потому что если мы посмотрим на эту меру и попробуем посмотреть, как она влияет, как она зависит от того, как, собственно говоря, меняется знаки в этой мере, а именно превышение. Превышение размера буфера или изменение размера буфера, то это гиперболическая функция. Она всегда очень опасна тем, что, например, она уходит в бесконечности. А бесконечности очень тяжелые вещи, чтобы с ней работать. И поэтому получается, что если у вас, ну, понятно, что если банк находится в состоянии, где он точно соответствует требованиям по капиталу, то любой эффект из-за нормировки уходит просто в бесконечность, и эффекты будут абсолютно доминироваться теми банками, которые находятся, прямо на грани выполнения нормативов. И мне кажется, что это немножко просто как бы слишком сильно усиливает эту роль этих банков. Мне кажется, что более логична была бы какая-то функция, вроде бы той, которую я пытался нарисовать, где важность банков в районе критических значений капитала, она действительно, безусловно, эти банки на них эффекты будут более важны, чем для банков, которые либо более чем соответствуют нормативам, либо на самом деле полностью уже не соответствуют. Это не должно было бы быть по-хорошему, но, как мы видим из данных, которые приведены в статье, на самом деле такие банки есть, которые соответствуют нормативам. Ну вот, я бы нормировку сделал, немножко как-то ее сгладил, чтобы она все-таки была, не настолько давала большой вес у банков, которые находятся на грани выполнения нормативов. И, так сказать, особенно учитывая то, что, как сказал Генрих, основной в итоге становится мера вторая, меры, которые нормироваются на бушер, мне кажется, вот там надо чуть-чуть аккуратнее быть с числителем, посмотреть, что будет, насколько эти меры рабасны, если делать все-таки, ну, не уводить ее в бесконечность, а делать ее более гладкой. И второе мое замечание по поводу идентификации, если, опять, если я правильно понял, что происходит, то в качестве интенсивности всевоздействия используется мера основана на том, насколько банки использовали, возможно, эти меры для изменения своего капитала. И, опять же, если я правильно понял то, что происходит в измерениях, это сочетание двух эффектов. Первое это изменение тех мер, которые были приняты банком России и правительством, которые дали возможность банкам, переоценить валютную составляющую и так далее, и то, какие банки этим воспользовались, а какие не воспользовались этой возможности. Если в первое можно считать неким экзогенным шоком это со стороны регулятора, это стандартно то, что используется в литературе, это со стороны банков. Если вы понимаете, это некая экзогенная вещь, когда вы банки сравниваете, это дает возможность причин следственных связей использовать. Это уже решение банком, что пользоваться такими мерами, какими нет, это уже полностью экзогенный и может отражать некие особенности банков. И здесь уже сложнее говорить о причинно-следственных связях, и поэтому я бы советовал, опять же, если я правильно понял, что происходит, я бы советовал построить меру, которая смотрела бы на изменение капитала, которое произошло, если бы банки использовали все возможности, предоставленные банком России и правительством, и это была бы интенсивность воздействия, именно регулятора, а дальше это можно было бы, это на самом каком-то смысле это вот аналог мер, оценки, которые называются intention to treat, то есть это то, как экзогенный шок мог бы повлиять на капитал, и это можно использовать в качестве инструментальной переменной, а как интогенную переменную, то, насколько они действительно использовали этот капитал. Опять же, по предположению того, что я правильно понял, что это две вещи разные, что мера, которая используется в статье, это действительно то, как банки решали использователям или использовали возможности, которые предоставили банк России и правительства. Другое, просто я на самом деле не знаю, есть ли такие данные и доступны ли они авторам. Если предположение, что они есть, я бы действительно предложил делать инструментальные переменные, если нет, то тогда, как минимум, можно попробовать учесть особенности банков тем, чтобы на тех банках, которые воспользуются мером, попробовать предсказать, основываясь на их наблюдаемых характеристиках, какое происходило у них обменение в их капитале, построить аналог propensity score, то есть того, как бы у них изменился их капитал, если бы учить вот с такими наблюдаемыми характеристиками после введения банков, вне зависимости от того, банки приняли это решение использовать или не использовать. И вот это предсказанное изменение капитала используется в качестве контрольной переменной на основе наблюдаемых характеристик банков. Потому что это как минимум это учло бы эндогенность связанную с тем, что интенсивность использования этих мер зависит от наблюдаемых характеристик банков. Соответственно, если мы убираем всю эту часть, которая объясняется наблюдаемые характеристики банков, оставшуюся часть, можно сказать, что действительно это причинно-следственный эффект от именно мер регуляторов. Ну и небольшое изучение по структуре статьи, на самом деле презентация Геннерской Благарат более, мне кажется, с точки зрения последствий изложения, более понятна, чем статья, там другая последовательность. И мне кажется, что это, в принципе, такой общий совет, который всем авторам я подреследую, что вообще на самом деле последовательность, что легче, вначале лучше написать презентацию, а потом писать статью. Текст статьи, пользуясь структурой презентации, используясь для написания структуры статьи, потому что на самом деле то, что более важно, там очень важно, именно из-за сложности и многомерности мер поддержки, очень важно вначале четко описать ситуацию, контекст, какие были меры, как они происходили, как они приводились. Был действительно у банков возможность выбора этим мерам, пользоваться им или не пользоваться мерами, потому что это очень важно для понимания, откуда идет эндогенность, и от этого уже следующий шаг, какой мы используем эмпирический метод для оценки причин следственных связей. в статье просто последовательность другая, вначале метод, а потом описание контекста, это усложать немного понимание, то есть я бы структуру поменял и все-таки выделить наиболее важные результаты и концентрироваться на них, потому что в 67 таблицах можно потеряться. Я бы советовал выбрать наиболее важные и их включить в основной текст, а остальные еще больше увеличить еще больше аппендикс этой статьи, но сократить те данные, которые приводятся в качестве основных результатов в статье. Но так я действительно опять впечатлен объемом работы, это на самом деле очень важный вопрос, с очень серьезным подходом, действительно он на самом деле уникальным, во многом уникальным в контексте мировой литературы, потому что действительно оценки микрокоденциальных мер такие четкие, с возможностью казуальной интерпретации, они очень редкие, и это уникальная работа в этом смысле, поэтому я еще раз благодарен за то, что у меня было возможность ее прочесть. Спасибо большое. Спасибо. Генрих, ваши комментарии. Рубен, благодарю за подробные комментарии. Давайте остановлюсь на, наверное, двух основных моментах. Первый. Согласен, что при использовании, например, второго способа есть риск ухода в плюс-минус бесконечность, поэтому специально показываем таблицу описательных статистик по разным способам расчета и по всем мерам. Условно говоря, если я показывал для первого способа расчета, диапазон мер был минус 15 плюс 20 в процентных пунктах норматива, то для второго способа он минус 50 плюс 50. То есть вот тысяча как раз она появлялась в третьем способе, поэтому его и тоже не используем. То есть это некоторая разумность и адекватность цифр, она косвенно как раз ее смотрели, то есть явно не выписывали, не смотрели альтернативные функции, то есть это можно подумать, я направление понял, которое пригодится. Про идентификацию действительно это самый-самый сложный момент, потому что действительно Банк России он дает возможности, он сказал, что что-то можно использовать, можно приостановить валютную переоценку, но, например, роспуск макропротенциальных буферов коснулся всех банков, хотели они или нет. Поэтому здесь я говорю, мы про PSM думали и про EPV, но опять же, у нас вот чистого отбора, что кто-то не под воздействием, нет, поэтому по-хорошему, по-хорошему это прямо дополнительно именно эконометрическое, теоретическое исследование, когда у нас есть генерируемые данные, то есть какой эффект в оценке, где идет больше искажения, поэтому здесь на самом деле с такой проблемой полномасштабного охвата full coverage сталкивались во всех работах, которые по банковскому регулированию шли, да, они вот с некоторым ограничением делали такую оценку по подходу банка международных расчетов, поэтому здесь я говорю, в идеале сделать дополнительное исследование, посмотреть насколько идет искажение от одного мета, от другого, поэтому здесь это самая-самая сложная часть и интересная идея насчет того, чтобы сделать условно-гипотетическую метрику, сводную, некоторую сводную, но здесь была еще практическая задача для регулятора, чтобы понимать, условно говоря, что использовать, что не использовать, да, поэтому нужно понимать, а какие конкретно меры внесли вклад, вот, то есть это нужно дополнительно разделить, то есть с точки зрения исследовательского интереса, да, важно понимать, что в целом, как вот показывал, treated, у них меняется траектория, чем у control, но дальше возникает управленческий вопрос, а все-таки на какое из клавиш надо нажимать при необходимости, чтобы эффект усилить или ослабить, вот, поэтому за остальные комментарии благодарю, если есть вопросы. Спасибо, да, вопросы зала, пожалуйста, спасибо, Сонкин, Игорь, а скажите, вот 4 триллиона рост кредитов, это общая задолженность, вы имеете ввиду, да? Это остаток, да, на балансе, да, просто по данным Центрального банка среднемесячная выдача за 22-й год упала примерно на 30%, и вырос портфель реструктуризированных кредитов, что в целом говорит о том, что, скорее всего, рост задолженности связан с тем, что меньше гасить стали, а не больше его давать. Есть вопрос такой, вы это положительным моментом называете политики Центрального банка, но, возможно, не совсем правильно. Алан Фридман говорил, что монетарная политика это веревка, можно тянуть, но нельзя толкать. То есть, Центральный банк сделал все условия для выдачи кредитов, но то, что их не брали, это уже как бы к другим людям. Игорь, благодарю вас за вопрос. Действительно, вы правы, что Банк России, он создает возможности, дает те инструменты, меры поддержки, которыми можно воспользоваться, а уже банки, и, собственно, вот я рассказывал про третий способ оценки меры, когда мы можем соотносить, а в какой степени прирост в процентных пунктах норматива соотносился с фактическим приростом норматива, мы как раз видим в работе тоже есть пример анонимизированных банков, где, например, на те же три процентных пункта у кого-то норматив вырос на три пункта, а у кого-то на один. Вот у кого на один, он действительно выдал больше кредитов. У кого три к трем, да, тот кредитов не выдал, то есть тут действительно есть эффекты и спроса и предложения, то есть здесь воздействие идет на возможности предложения, а остальное это уже все-таки, ну, рынок он должен быть, так что потребитель тоже решает. Да, еще вопросы? Генрих, я, во-первых, предлагаю учесть комментарии Рубена, потому что, мне кажется, вот эта эндогенность, которая у нас там есть, это очень большая проблема в работе, инструмент, который он предложил, его вполне можно использовать и, соответственно, с этим поработать. Первое. Второе, конечно, есть еще тема, да, банков, у которых и так был бы запас капитала, или те, которые за счет этих мер как бы вышли в сферу, где у них есть запас капитала, то есть там есть возможности как поиграться с этой историей, получше поделить банки на разные группы, если мы, ну, с помощью инструментальных переменных или просто по тем деления групп, чтобы лучше попытаться оценить соответствующие эффекты. Спасибо. Благодарю вас, Ксения Валентиновна. Да, про эндогенность дополнительно посмотрим, то есть то, что можно было учесть в УСЛИ, но дополнительные моменты учтем по разным группировкам. Пока смотрели все банки системно-значимые розничные, отдельные розничные, но дополнительные тоже, 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 по крайней мере все это в первичных данных есть, это можно сделать. Да, еще, пожалуйста, может быть, я коротко спрошу, вы в принципе смотрели на регулятивный капитал, да, то есть есть большая разница между тем капиталом, который банки рапортуют регулятору и тем капиталом, который у них на самом деле действительно есть, огромное количество всевозможных путей, того, как можно эти два значения сделать неодинаковыми. И здесь можно смотреть на реальный капитал, который у банки есть, а не тот, который рапортуется регулятору. без всяких там рисков и соков и всего остального. Анна, благодарю вас за предложение. С одной стороны, очень хотелось бы посмотреть на данные по всем банкам с таким реальным капиталом. Если они у вас есть, я к вам обращусь. Вот. А потом важно понимать, что тот капитал, который раскрывается в 135-й форме, он является фактическим ограничением деятельности. И даже если возможно в какой-то красивой презентации какой-то банк показывает красивую другую цифру, он все равно должен жить одновременно в реальности, в той рамке, которая задана. Поэтому, если там у него цифры лучше, больше, меньше, все равно вот эти ограничения послабления, они возникают из вот этой регулирования. регулирования, иначе бы от него не было пользы, если бы все можно было бы перевести в какую-то параллельную реальность. Да, ну, наверное, на реальную деятельность банкового будет влиять и регулятивный капитал, и настоящий капитал. Поэтому, а что влияет больше, это, конечно, вопрос для исследования. Еще вопрос последний. Генрих, спасибо за вашу презентацию. Я, к сожалению, еще не читал вашу работу, поэтому, что вопрос будет наивный. Мы знаем, что банкам важен норматив не только капитала, но для них очень важен еще норматив ликвидности. А это как-то отражается в вашей работе в том плане, что, может быть, у банка все было хорошо по капиталу, но было плохо с ликвидностью, и поэтому, например, воспользовался мерами поддержки и, в общем, как-то что-то про ликвидность. Спасибо. Владимир, благодарю. Есть два момента по учету, по тому, что нужно иметь в виду, как базовая характеристика, которая разделяет банки, вот, как вы говорили про разные стратегии, соответственно, есть показатель доли ликвидных активов на балансе, который учитывается, на который контролируется, то есть при прочих равных вот это исключается. А второй момент, сами меры, сами меры, они же рассчитываются, исходя из возможностей, когда банк упирается в ограничения по капиталу, вот, то есть у вас же не обязательно, да, когда у вас идет выдача наличными, да, там непосредственно важно, чтобы была ликвидность, именно наиболее ликвидные активы в кассе, когда у вас идет кредитование для осуществления в дальнейшем безналичных платежей, то вот эта ликвидность, она в меньшей степени ограничивает, и все меры, да, с чего начал, они измерены в процентных пунктах нормативы достаточности капитала, поэтому, собственно, здесь то, что можно учесть через ликвидность, учтено в качестве контрольного показателя, а сами меры, и вот это ограничение, оно идет через капитал, поэтому и основная дискуссия через N1.0, через нормативы достаточности. Спасибо большое. Давайте все поблагодарим наших накладчиков и комментаторов за хорошую презентацию и дискуссию. Да. Одна секунда, так, очень гремит. Доклад вывешен, на самом деле, там есть не только часть Генриха, там некоторое другое количество расчетов тоже есть. Он специально вывешен как промежуточный для комментариев и исправлений, поэтому просьба ко всем, кому интересна эта тема, посмотреть и присылать свои комментарии. Спасибо.